Мы начинаем, и буквально несколько вступительных слов. Зачем вообще мы здесь собрались, пока я это понимаю, как сверхзадача, как самая главная? Наверное, не салгу, если, пользуясь такими вот сейчас и модными, и уже, в общем, устоявшимися словами, здесь собрался преимущество, это называемый «креативный класс». Так вот, основные певцы, мировые певцы креативного класса, американский социолог Ричард Флойда и замечательный британский урбанист, социолог Чарльз Лэнди, писали довольно много о том, что когда они путешествуют по различным городам в качестве ректоров, в качестве консультантов, в качестве специалистов по городскому развитию, по развитию креативной экономики, по развитию творческих индустрий, самое главное, что они говорят и чиновникам, и представителям городских сообществ, и представителям креативного класса, что если они довольны своим городом, то у них нет никакого внутреннего потребностей, внутреннего смысла двигаться дальше и что-либо делать. И я все время это вспоминаю, когда слышу о том, что Петербург – это культурная столица России, и Петербург – это креативный город. Мне кажется, что это не совсем так, но при этом, на мой взгляд, у Петербурга, несмотря на все его трудности, сложности, уже привычные, новые и разные, действительно есть много всего, есть колоссальный творческий потенциал, есть мы с вами, еще огромное количество талантов, ярких, умных людей. И вот стать действительно культурной столицей, и стать действительно креативным городом мы действительно можем. Но для того, чтобы это произошло не в качестве, не случилось как мантра, которую мы повторяли, и успокаивали сами себя, а случилось это на самом деле, действительно, мне кажется, что имеет смысл объединяться. Каждый из нас, наверное, часто, когда смотрит на разные объединения вокруг нас, слух или про себя расстраивается, или блюжит, переживает или не очень по поводу того, что много разных глупых, некрасивых, неинтересных, неталантливых, порой злонамереных объединений нас окружает. Ну вот, часто приводится эта фраза, но от того, что она приводится часто, она не становится менее справедливой. Фраза Николаевича Толстого, когда он говорил о том, что если злые люди все время объединяются и делаются это очень успешно, то рецепт очень прост, добрым людям тоже нужно объединяться. Я искренне верю, что здесь все мы собрались добрые люди для того, чтобы объединиться. Хочу также начать со слов благодарности. Первыми хочу поблагодарить Центр Кластера на развитие Санкт-Петербурга. Первыми, потому что сейчас, пока еще ничего не произошло с нашим Кластером, по крайней мере, я могу от души их поблагодарить. И я очень надеюсь, что с Кластером нашим все будет развиваться так, что спустя день, неделю, месяц, год или пару лет, я не буду вспоминать как некий кошмар тот день, когда я оказался в центре Кластера на развитие. И они таки уговорили меня ввязаться вот в эту драму по созданию петербургского творческого Кластера. Напомните, это будет проклят тот день, когда я сел в парад. Я надеюсь, что это не произойдет. Пока я верю, искренне верю в успех и удачу, которая нас ждет. Поэтому спасибо Центру Кластерного Развития и особенно Наташу Зелёнову, с которой мы вот так плотно последние недели сотрудничаем, и Антону Калушину, который все-таки вот этот финальный удушающий прием и пролет успешный. И мы сейчас все здесь. Хочу поблагодарить театр Цех, в котором мы находимся. Я думаю, что очень здорово, что так много людей, которые позвонили мне и сказали, как же найти этот театр Цех, все-таки его нашли, теперь знают, где он находится. И я очень надеюсь, что вернутся в театр Цех уже как зрители. На мой взгляд, действительно, театр Цех уникальный. Феномены культурный и творческий, индустриальный. Это действительно театр, построенный недавними студентами Петербургской театральной академии, построенный на собственные скромные деньги и собственными руками. Вот даже мебель, на которой вы сидите, сделана абсолютно хендмейд. Хочу поздравить театр Цех с тем, что совсем недавно они получили премию губернатора Санкт-Петербурга. И когда я присутствую на обсуждении, выбирали номинанта молодежной премии губернатора Санкт-Петербурга, театр получил, да, в области театра достижение, но надо сказать, что были отмечены великолепные спектакли. Но в первую очередь театр получил это премию именно как вот такой вот уникальный феномен, когда так много разваливается вокруг каких-то начинаний. Но вот есть театр Цех, который доказывает о том, что, в общем, мы многое можем не только развалить, но и построить. Поэтому спасибо театру Цеха и Мишу Кругопольцу, в первую очередь, вот он там скромно в конце, и, наоборот, не скромно, чтобы видеть всех, всех запомнить. Вот, спасибо большое. Не первый раз приютил подобные мероприятия театра Цеха. Желаю многочисленных постановок, толпы зрителей, ну и, конечно, миллионные споры за билеты на спектакль. Большое спасибо Маше Бакской, Маше Науновой и тем многим девушкам и юношам бывшей школы экономики, которые помогали нам организовать сегодняшнюю встречу. Маша уже в таком-человеческом школе экономики, как и Башка. Ну вот Маше и девушке, которые ей помогали. И спасибо, конечно, в первую очередь вам, всем здесь собравшимся, за то, что вы откликнулись. Откликнулись, в общем, в очередной раз. Когда я думаю о том, вот, как кого-то из вас приглашаю, я думаю, вообще, господи, интересно, когда идет доверие закончится. Вот сейчас, мне кажется, что все-таки нам нужно что-то сделать, чтобы оправдать все эти наши собрания. И особенно я благодарю тех, кто ответил согласием на наше предложение войти в так называемый совет кластера. Совет кластера. Когда мы оговаривали вот с центром кластера развития всю эту затею, то как раз вставал вопрос, в первую очередь, о том, как строить кластер, чтобы это была действительно какая-то работающая структура, чтобы она была эффективна, чтобы ей доверяли, чтобы это было не для калочки, чтобы это было не зря. Ну и вот мне кажется, что здесь, опять же, велосипед изобрекать не нужно, на рецепт очень простой, это вот те люди, которые могут встать у руля этой какой-нибудь неформальной организации. Вот этот руль называется совет кластера. Я поименно всех перечислю, как обычно говорят, под покойник, надеюсь, что нас всех ждет долгие ищечки для жизни. Но все равно я перечислю поименно совет кластера, который, на мой взгляд, должен выполнять две функции. Вообще, вот из кого состоит сегодняшняя аудитория здесь? Это действительно из членов новообразованного кластера, предстоитые советы кластера, и из потенциальных участников кластера, потому что кластеры, как в общем и совет кластера, это принципиально открытые структуры, и в этом смысле действительно просто мы что-то начали, и, в общем, при призывании вас всех присоединиться. Но чтобы было понятно, к кому присоединяться, то опять же, вот, был создан этот совет. Я в свое время, вот, благодаря присутствующему здесь во многом эфире, к Сумирогистскому, как-то сблизился с джазовой культурой, полюбил ее и заболел ей. И вот за что я люблю джаз, это за такой джазовый принцип, конечно, мы многим из вас знакомы, что когда музыканты, тоже прекрасные академические, или рок-музыканты пытаются продемонстрировать свое крутизну и величие, то они говорят, какие премии они имеют, там, лауреат премии конкурса Чайковского, или двадцатый лауреат премии Грэмми. Джазовые музыканты очень часто говорят, с кем они играли. Потому что составы все время меняются, и они говорят, вот я говорю, вот какой-то музыкант, играл с тем-то, с тем-то, с тем-то, с тем-то. И если это достойные музыканты, все понимают, что кое-то, кое-то с кем они играть не будут. И, следовательно, если эти Гранды играли с ним, то значит, и он тоже Гранд. Поэтому мне очень хотелось пригласить в этот совет действительно тех, кого я считаю Грандами, для того, чтобы было понятно, что, в общем, дело не гиблое. И второй принцип – это принцип любого экспертного совета, так как несколькие человек, которые изначально задумали создать этот кластер, естественно, не являются и не могут являться специалистами во всех областях, а творческие индустрии – это как раз в отличие от автомобильного кластера или фармацевтического кластера. Это действительно очень пёское полотно, это дизайн, это музыка, это театр, это фэшн, это музыкальные клубы, это книгоиздательство и так далее. И музейное дело. И один человек вряд ли может быть продвинутым пользователем, но вряд ли может быть глубоким специалистом и экспертом во всех этих областях. Поэтому идея была постепенно собрать вот этот совет из людей, которые к тому же ещё и будут выполнять некую экспертную функцию в той области знаний и в той практической области, которой в первую очередь они занимаются. На сегодняшний день, вот, я действительно, мне кажется, что это самое важное, вот с кем рядом мы призываем творческие индустрии оказаться. Поэтому я действительно хочу поблагодарить и представить экспертный совет. Это Давид Авакен Асгард Дизайн, это Артём Балайф Аврора Фэшн Вик, это Илья Вартнюк Светлая Музыка, это Александр Вайнштейн Площадка Скороход, это Олег Грабхо Бомба Питер, это Дмитрий Дикман Хельсинки Бар, это Стас Ершов Англиетер Синема Фонд Кинотеатр, это Тимофей Журавлёв, студия Тимофея Журавлёва, это Максим Калинин, пространство Тайга, это Вадим Каспаров, Кэнн Данс, это Артур Кондраков, Текила Данс, это Анна Кудрявцева, магазин Фанатека, это Константин Лавин, проектное бюро, это Стас Лопаткин, студия Стаса Лопаткина, это Саша Мамонтов, фестиваль фестивалей, это Феликс Вороницкий, GFC Джаз Клуб, это Андрей Парфёнов, Ванила Скай Бар, это Александр Петров, крафтовый бар, Топ Хопс, это Кира Тайманова, образовательный центр, Топ Бенуа, это Сергей Ушан, Зеро Битуби, коммуникейшн, просто язык, агентство Синерон, это Дмитрий Харшак, студия проекта, это Василий Шишкин, студия дизайна Василия Шишкина. Большое вам спасибо. Ещё раз цель всего, что вы делали. Как я её, по крайней мере, и понимаю, может быть, представители центра класса короноразвития тоже внесут какой-то свой взгляд. Но я понимаю следующее, что здесь две цели. Первая цель направлена на внутреннюю организацию, вторая – на внешние связи. Что касается внутренней организации, действительно, европейский, мировой опыт говорит о том, насколько полезно бывает то, что сейчас и по-русски употребляется это слово, на мой взгляд, оно не очень хорошо звучит, но вот сейчас можно говорить «коллаборация». Но вот когда ты пересекаешь рубежи нашей Родины по каким-то культурным программам и по каким-то проектам международного общения, ты всё время слышишь слово «коллаборация». и всё время слышишь о том, как эта самая «коллаборация» приводит к неким результатам, к некой синергии, к некому общему… как некое общее дело приводит к каким-то интересным результатам. Мне кажется, что… Вот мы действительно много раз говорили в этой коллаборации, внутри такого разного пёстрого творческого сектора вот «Кластер» создаётся для того, чтобы создать механизмы коллаборации. Какие? У меня есть на это свои мысли, но я не буду сейчас их озвучивать, потому что на самом деле как раз вот, я надеюсь, мы и сядем в различную конфигурацию, в первую очередь с членами совета «Кластер» и вообще с другими участниками «Кластер» и будем думать об этих и недумывать эти механизмы. Второе – это… и так тоже на самом деле работает весь мир, насколько я это видел. Это выстраивание какого-то окна, единого окна коммуникации со внешним миром. Я думаю, что здесь нечего скрывать, вот я много раз слышал от различных петербургских и российских чиновников, в частности, что там могли бы мы какую-то осуществить программу поддержки, в том числе, например, вот этого творческого сектора. Но очень трудно её осуществить, потому что, ну, как бы нету единость какой-то уважаемой стороны в этом переговоре. Нету какого-то единого партнёра. Безусловно, что очень многие здесь собравшись, весьма успешно сотрудничают и с бизнес-сообществом, и с органами власти российскими, не знаю, культурными институциями, зарубежными, и многими другими. Но при этом всё равно это скорее вот заслуга каждого в отдельности. Каждого в отдельности. Когда мы говорим о каких-то больших проектов, то очень часто, опять же, вот мои коллеги, наверное, не дадут соврать, мы спотыкаемся и упираемся в то, что вроде бы всё это интересно, вроде бы даже может быть и возможно, но вот в том случае, если будет с другой стороны какое-то, ну, вот какое-то, какое-то единое окно, единое окно для реализации тех или иных идей, для того или иного общения, для того или иного сотрудничества. Не буду скрывать, что, так как здесь в основном действительно все собрались хорошо знакомые друг другу люди, и все, в общем, одного круга, и все, по большей части, я надеюсь, и едино-мышленники, что вот этот путь, на который мы сейчас остановимся, это, в общем, в том числе и такой бюрократический путь, мы должны пройти несколько этапов формирования кластера, для того, чтобы он был зарегистрирован до юра, на этом пути, в том числе, приходится вот осуществлять какую-то не всегда нам приятную, там, бумажную работу, заседать, голосовать, подписывать, поэтому заранее прошу прощения и заранее предупреждаю, что буду, с вашего позволения, продолжать дергать и я, и мои коллеги вас по, не только по каким-то таким вот творческим, но и по каким-то таким вот бюрократическим делам, но действительно верю, что вместе с вами, вместе с вами мы добьемся какого-то результата, и все это будет не зря, и все это будет не зря. С радостью готов буду ответить на вопросы, сейчас, потом, еще раз, если у кого-то нету контактов, то готов обменяться этими контактами, и хочу предоставить слово коллегам из Центра классного развития, чтобы, может быть, услышать взгляд на то, что мы начали, и с другой стороны тоже. Поэтому приглашаю сюда, не знаю, по программе, да? Здравствуйте. Разрешите, я приглашу к нам слово генерального директора Руджи-Новарова Александр Детербурга, с кого Андрея Александровича? Здравствуйте, коллеги. Не надо так. Как раз, коллеги. Как вы, как, в семью ищих самов, мне очень приятно участвуют на этом мероприятии. Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в организации этого мероприятия. На самом деле, в моем лице приношу извинения за правительство города Санкт-Петербурга. На самом деле, нас Максим Семенович приглашал на это мероприятие, но он заболел все заместители сегодня, действительно заняты. И это, несколько не отмазка, говорю честно, Тарнишки должен был приехать на Руджи-Новарова в правительство, поэтому получилось так, что мы без представителей власти открываемых мероприятий. На самом деле, обязательно на следующем мероприятии будет кто-то присутствует из курирующего у нас комитета, но это вступительное слово, по поводу непосредственно креативного кластера. Скажу честно, свое отношение по этому поводу достаточно скептическое было до последнего момента, до тех пор, пока меня не пригласили на мероприятие, которое проводил дом Бенуа, на нем присутствовал практически интогнито, послушал, о чем говорят вообще наше креативное сообщество города Санкт-Петербурга, послушал о проблематике, и скажу честно, сотрудники не дадут собрать после того, как я приехал в свое мероприятие, говорят, что у нас с креативным кластером, давайте быстренько дергать, надо объединять, потому что сообщество готово, на самом деле надо просто вносить изъяснение говорить, что у нас дворец, какие меры поддержки у нас существуют, потому что те вопросы актуальные для сообщества, которые были озвучены в уже предприятии, они на самом деле со стороны органовласти действительно имеют большую поддержку, просто у нас получилась такая ситуация, у нас сложилось не только в городе Санкт-Петербурге, а вообще по всей России, когда есть меры государственной поддержки, люди просто нельзя это получить. И когда не хочу обидеть никого, когда я опять же присутствовал на мероприятии, всем избитое слово и уже налившие особенно кластеры, кластеры, каждое предприятие, каждая площадка норовит себя обозвать кластером, говорит, что нужно кластер, но кластер, нет общего понимания, но когда опять же разговариваю с сотрудниками Центра кластерного развития, меня всячески уверили, что нет, в этом сообществе есть группа инициативная, есть люди, понимающие, что такое кластер, и действительно надо с ними работать, для того, чтобы осуществлять поддержку. Поддержку, еще раз повторюсь, на сегодняшний день для чего надо формировать кластер? кластер, это профессиональное сообщество, которое работает в определенном направлении. Ихана проводит станкостроение, субостроение, в данном случае мы берем творческое направление, и это тоже сообщество, на самом деле в этом направлении тоже осуществляется большая поддержка, но для того, чтобы получить эту государственную поддержку, надо сделать объединение, для того, чтобы транслировать, абсолютно соглашусь с коллегой, для чего нужен кластер? Основная цель это получение, давайте будем меркантильными, в любом случае это привлечение финансов, финансов для совместных мероприятий, финансов для проведения на определенных площадках каких-то значимых мероприятий, для того, чтобы транслировать свои художественные идеи, свои кириативные идеи, делать из Санкт-Петербурга культурную столицу. То есть в данном случае это что касается вашего мнения. Для этого есть, я говорю, куча мероприятий, которые сейчас непосредственно у нас осуществляются поддержкой двух кластеров именно с привлечением федеральных и региональных денег. То же самое, основная цель создания вашего кластера, чтобы привлечь финансов федеральные и региональные на своей площадке для проведения определенных мероприятий. Точно так же еще помимо этого делать обратную связь с правительством региональной власти и федеральной власти для того, чтобы транслировать проблематику непосредственно находящуюся в том или ином сообществе. То есть, в принципе, та проблематика, которая назревала, те связи, которые надо отрабатывать непосредственно с государством, вы через кластер должны обратно по идее транслировать для того, чтобы правительство вас слышало, понимало, какие программы поддержки формировать, какое финансирование предусматривать. Так что, считаю, что нужно это мероприятие, очень нужно. Сообщество сформировалось, теперь главное при помощи наших сотрудников Центра кластового развития при помощи ваших экспертов, вашего сообщества сформировать это все правильно оформить документально и получать все меры поддержки и транслировать всю проблематику, которая существует на сегодняшний день в городе. Всем большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Андрей Александрович немного рассказал о том, что это кластер. Я не буду повторяться. Скажу лишь, что сейчас в городе существует порядка 50 организаций кластеров. Соответственно, 14 из них наиболее сформированные, имеют программу. Большой из них вреду центра кластерного развития. Продолжение следует... Вы выбрали эту сцену. Соответственно, сейчас большинство кластеров создано крупными промышленными компаниями. Но сейчас можно сказать о том, что основной тренд сейчас развития это именно сервисные услуги и сервисные кластеры. Такие, как кластер чистой технологии для городской среды, кластер диджитал, кластер инженерных услуг. Сегодня мы присутствуем на первом собрании кластеры в Вашингтург-кэнг-тон-три в Вашингтург-классер. Я очень рада Вас приветствовать здесь. Кластер пытался уже собраться, насколько я знаю, с 2012 года. Вы вычисляли какие-то попытки? Конкуренты. Понятно. То есть, просто собраться кластер. Да. То есть, кластер цепция, были какие-то публичные освещания, слушания. Но это лично раз говорит о том, что кластер не может быть плотным сверху. Кластер это то, что создается снизу. Это имитативная группа, это лидеры, это те, кто понимает, что это необходимо и понимает, как дальше развиваться, что для этого нужно. И цепь кластерного развития в данном случае может оказать большую поддержку как в организации, так и поддержательной части. Что касается целей, сразу заметить, что наши цели будут видеть так же. Сейчас в городе большая физическая масса компаний больше 3 людей. Им нужен интегратор, который поможет организовать эти совместные проекты. Но наряду слабленности этих совместных проектов здесь важно и формирование компаний участников кластер. И как раз вы можете как учителя, как менторы, как мастодонцы выступить в формировании этих компаний, которые только начинают бизнес в творческой инфляции. Что еще можно сказать? У города высокий потенциал в уединенных мероприятиях, то есть различные чемпионаты, фестивали, какие-то форумы. И мы видим данный кластер как обвязка всего этого начиная от сувенирной продукции и заканчивая формированием событий. То есть это все тут кластеры находятся. И еще такой важный момент, что вот этот творческий кластер может стать формировать лицо города на международном городе создавать город Петербурга, влиять на него, создавать его. И самое главное, что мы тоже влияем в шерф. Спасибо. на самом деле, я тут ездил, несмотря на все трудности, которые все выдали, знаете, как там, но я ездил в составе официальной делегации Петербурга в Нидерланде, в Анастердаме, в Анастердаме, там, как ни странно, я прошу трудиться, с подачи нидерландской стороны, в общем, ровно половина речей и разговоров и деловой программа была посвящена именно сотрудничеству Петербурга с Нидерландами именно в сфере троих креативных камней. И там я встретил на приеме своего давнего друга, наверное, которого многие из вас знают, гениального нашего скрипача, порученного Андрюша Решитина. Он только что принялся своим фестивалем, еле живым, а он как давал концерт на приеме части Петербургской делегата, я подошел, к нему, как право, и еле живут, и говорят, «Серюш, ну ты же сумасшедший, ну ты же живешь на всю голову». Вот, я тоже такой сумасшедший, я в Анастердаме, мне показали, может быть, кто-то из вас думал такой объект, называется «Вестергазфабрик». Это бывшая газовая фабрика, принадлежа всей семье Ротшильда, в Анастердаме на территории ПАК. Она находится, и вот этот проект, он, правда, стоил 110 миллионов евро, но как модель вот этот проект был несколько лет назад реализован амстерфанскими творческими индустриями и правительством города Амстердама в формате частного государственного партнерша 50,50. Город вложил 50 миллионов евро в парк, потому что частные инвесторы не будут вкладывать в публичное пространство, в парк. но бесплатно получил всю как бы всю ту инфраструктуру, из-за которой этот парк стал так популярен. Потому что другие 50 миллионов вложили частные инвесторы в стены этой бывшей газовой фабрики и там расположились какие-то пивоварни, бары, клубы, дизайнерские компании, телевидение, радио, кредитно-творческие магазины, сувенирные лавки, концертные выставочные залы, кинотеатры. И получается, что частные инвесторы получили бесплатно условно 50 миллионов евро вложенные в этот парк, потому что конечно в этом месте как приятно работать, потому что ты находишься в центре самого большого парка констердапа. А опять же город получил бесплатно вот эту всю инфраструктуру. Но вот я ощутил себя тоже как-то уже сумасшедшим, потому что глядя на все это и услышал про 100 миллионов и все. Я все равно подумал, вот ты не такой я бы там был, типа такого в Петербурге, да? Я не подумал, что это, ну понятно, я бы не такого не будет никогда. Тогда я был, наверное, не сумасшедший на 3-2-1 тысячи человек. А я подумал о том, как здорово было хоть что-то подобное у нас. Но, как известная иржа книжка побеждает о параметхе. Может быть, мы победим. Работчиков будет много. Сейчас я хочу, чтобы не прият много говорил сегодня, я хочу дать слово человеку, с которым уже вообще страшно сказать, особенно в женском обществе, что это было в раке Старопе, это было уже 13 лет назад, или 14 даже лет назад, когда, в общем, мы были с Вадимом Каспаровым, комендантом, по сути дела, в числе первых, кто произносили вообще кредитинга северно, если по-русски или как-то переводить, что-то звучит и так далее. И вот с тех пор с разных сторон занимаемся этим безнадежным делом. Спасибо, Владим, что, во-первых, ты поддержал эту всю инициативу, и мне хочется, чтобы это стало какие-то слова. Я хочу поддержать Диму в контексте того, что сколько надо иметь энергии, чтобы верить в то, что рано или поздно это произойдет, но знаете, надежда умирает последнее. Действительно, мы уже практически на глазах друг друга почти состарились, да, образно говоря, но действительно вера в то, что возможно то, о чем мы говорили еще 15 лет назад, да, посещая Хельсинки, когда ездили в Манчестер, где все это произошло, но это же не чудо какое-то, которое произошло в группе, потому что это находится в Манчестере. Просто было финансирование и была четкая установка и желание сделать. И в 2006 году, я помню, когда был круглый стол по этому вопросу в Деловом Петербурге, все риэлторы смеялись над нами, говорили, что у нас сейчас такой бизнес, зачем нам творчество в наши структуры внедрять. А хочу сказать, что в 2008, когда был кризис, в 2009, благодаря творческим структурам несколько бизнес-центров, в частности банки мы находимся на Казанске, они просто выдержали вот этот кризис именно благодаря творческим индустриям, потому что в отличие от просто бизнесменов, которые, если прибыль снижается, они могут закрыться, творческие индустрии идут до конца. И, несмотря на все трудности, сложности, они бьются действительно, потому что это вопрос их жизни, потому что они без творчества не представляют свою жизнь. Поэтому творческие индустрии, это, на мой взгляд, самые крепкие структуры, на которых может положиться и бизнес, и, в общем, и государство. И, как мы видим, сейчас государство проявляет интерес к этому, и не случайно была поездка в Аккартам, в принципе, потому что посмотреть, как это делается. Делается очень просто, на мой взгляд. Я достаточно приземлён в этом смысле. Надо на карте города просто найти точку, сказать, вот давайте здесь это будем развивать, потому что, вот, к примеру, Шапино, просто найти место, где город хочет, чтобы это появилось. Понимаете? И всё. Я думаю, что можно договориться с любым собственником, потому что города, как я понимаю, не осталось ни одного завода собственности. Но, мне кажется, это действительно должно быть желание города, чтобы это открылось. Я знаю очень много инвесторов, тех собственников, которые готовы поддержать и поддерживать, скажем, творческие индустрии, но они взамен ещё не получают. Поэтому у них мотивация достаточно такая сложная. Потому что, понимаете, творческие индустрии не могут платить большие деньги, коммерческие цены. И, конечно же, без поддержки города мало что можно сделать. Понимаете? когда в третий четверг разрушили ДК-корректирки, где мы восемь лет работали, я тогда понял, что невозможно строить замки на песке, нужен фундамент, будет фундамент, всё, что угодно можно построить, на мой взгляд, но фундамент это реальность абсолютно, это пол. Это на чём мы можем строить, понимаете? Даже, я считаю, в текущую деятельность можно, у города очень много программ, действительно, когда мы можем текущую деятельность поддерживать через субсидии, через какие-то проекты, финансирование на это и есть. Скажем, 15 лет назад этого не было, сейчас это всё есть. Но без фундамента я не верю в то, что можно что-то создать серьёзное, крепкое и то, чем могут коротиться город. Мне кажется, здесь, конечно, надо максимально точно определить задачу. Конечно, появление такой организации, оно поможет, мне кажется, сформулировать и выйти уже с предложением на город, чтобы город, в общем-то, действительно, внёс свою лектору, потому что, мне кажется, это будет финальный оплот. Спасибо. Приветствую, мы соединили все эти субстрии, Журова, и еще тоже практические монорусы, для того, чтобы классно было зарегистрировано, если я правильно понял, даже с формальной точки зрения, потому что не сформальной тем паче, нам нужно будет создать некий документ ни при виде, некую дорожную карту, а рассказывающую о том, как мы видим развитие кластера, что нужно сделать, по каким направлениям, какие могут быть крупные проекты, какие рэперные точки и так далее, и так далее. И, в общем, тоже вот этот оработок, который предстоит, который можно сделать, безусловно, более формально, а можно сделать лучше и менее формально, действительно постаравшись и подумал. И мне очень приятно, что когда я общался вот со своими друзьями, со своими коллегами, единомышленниками, приглашая их поддержать эту идею, вводить в совет кластера, то очень многие как раз говорили о том, что они готовы были бы подумать над этим, над этим, над этим, в этом направлении. Вот, когда я разговаривал с Сергеем Ушановым, агентство ЗИРО, Сергей вообще уникальный человек, потому что на базе агентства и на территории агентства все эти годы что только не происходило, и одни, и другие, и кино, и экономики. И вот Сергей закронул тему на мой взгляд очень интересную, я хочу тоже можно предоставить ему слово Сергею Ушановым резервом. Здравствуйте. Творческий индустрии, как и какой другой график власти экономики, обращается к качеству человеческого капитала. И в этом смысле то, что делают многочисленные действия, которые на флажистских индустрии работают, они обращаются всегда к человеку и оперируют представлением групповой психологии, которая сформирована не опытом аналитических служб, маркетингов, которые могут быть крупных репейлеров, шанов, шанов, пленов, которые не видят за своими выразителями единицы человека, а видят какие-то усредненные значения. И мне кажется, это то, что очень сильно отличает работу всех социальных предпринимателей всех репортных инготворческих индустрии. Это способность видеть одного, двух, пятерых, десятки, ну, очень редко это тысячи или сотни тысяч человек, и это очень ценно. При этом одновременно опыт всех людей, которые занимаются такого рода бизнесом, в том числе, он оказывается и ограниченным. Очень часто совершается большое количество ошибок и преодолеваются какие-то невероятные трудности в связи с тем, что люди, которые этим начинают заниматься, они как раз заложниками своего опыта. И мне ужасно хочется, чтобы такие деятели, они внимательнее относились бы к повседневности к жизни, к тому, что происходит с обществом, с людьми. И мне очень нравится, что в Петербурге есть, ну, по крайней мере, две уникальных научных и образовательных институции. это европейский университет, вот здесь присутствует Олег Поченков, это в Петербурге свободных искусств наук и СПУГУ, вот, это две таких территории, которые, в отличие от других вузов, которые обращаются к гуманитарному знанию, которые очень серьезно изучают повседневность, то, что происходит с нами сейчас. И мне было бы ужас приятно, если бы вот и родительский университет, и Смольнинстур заинтересовались бы вот этим рынком творческих индустрий, да? И мне кажется, уже сейчас им есть что рассказать нам про самих себя. Вот. И я призываю всех не только креативить, а еще и думать, анализировать и как-то внимательно относиться и к научному знанию, но не такому заслуженному минифицированному библиотеку, а к тому научному знанию, которое производится здесь и сейчас про общество, про нас. Спасибо, Сергей. На самом деле, я хочу тоже по-моему сказать, что есть огромное количество институций, в том числе это различные научно-исследовательские институции, как упомянутые Сергеем, так и другие, с которыми мы, безусловно, планируем партнерские отношения, они находятся как бы за границами кластера, они не в творческой индустрии, мы их не можем включить механически внутрь кластера, но, безусловно, жизнеспособность и эффективность этого кластера, вообще вот этого проекта, о котором мы сегодня говорим, она во многом зависит от того, насколько нам удастся выстроить партнерские отношения с теми, кто вне нашего сообщества, но рядом с ним, и действительно, кто может приращивать наши идеи, наши знания и так далее. На самом деле, для того, чтобы разнообразить программу, очень проботелен, у нас есть участники, которые не смогли присутствовать на нашем высоком собрании, это говорит о том, что, несмотря на курс валют, все-таки у представителей творческой индустрии, успешные продаватели едут за рубеж, многие за рубежом находятся сейчас не могут быть знания в Петербурге, но очень трогательно прислали даже такие постановительные телеграммы, что ли. Вот я хочу зачитать постановительную телеграмму от Ильи Бортнюка «Контание светлой музыки и фестиваль с дерево лета». Дорогие участники Санкт-Петербургского креативного кластера, к сожалению, я могу присутствовать на этой встрече, но я всецело и полностью поддерживаю инициативу и считаю, что рабочая и действующая организация, объединяющая творческие индустрии, на самом деле может помочь в нашем нелегком, но очень нужном деле и сделает культурную жизнь нашего города еще более насыщенной разнообразной. Надеюсь, что все участники на самом деле осознают и в итоге почувствуют на себе реальную пользу от такого объединения. По крайней мере, надо попробовать. Я подтверждаю свою готовность войти в совет кластера и активно участвовать в его работе с наилучшими пожеланиями и с солнечно-дождливой Колумбии, где мы вместе с группой «Майшер Бэнхурмс», не подумайте, что дурного про Колумбию, устанавливаем культурные связи между Россией и Латинской Америкой, участвовать в фестивале «Вива Ля Мюзик». Илья Барбюк, «Светлая музыка». Аплодисменты «Майшер Бэнхурмс» «Майшер Бэнхурмс» благодарен за вашу инициативу. Понимаем, что средства на развитие культуры выделяются городом, но он осознает положительное влияние культуры. Однако город оказывает спорадическую поддержку всевозможным крупным мероприятиям исключительно потому, что оказывать поддержку мелким организациям технически бывает очень сложно, что говорить невозможно. Спасибо за первый шаг, объединяющий нас, небольшие компании. Лично мы очень рады, что появляется шанс развивать культурную инициативу при поддержке правительства по известному европейскому сценарию. Надеемся, что работа, которую мы будем проводить, приведет к тому, что и город сможет быстрее реагировать на новаторские шаги, поддерживать идеи и находить вместе пути эффективного продвижения, действовать с большей отдачей. Мы надеемся, что благодаря нашим общим шагам больше творческих инициатив будут выпущены в городе Петербург и мы будем помогать всему этому нашими усилиями. От нас, подряд, директор магазина «Панатикан». Кира Тайманова, директор образовательного центра «Тон Денуа». Всем привет. Большое спасибо за приглашение вступить в состав координирующего ордена новой организации. Искренне считаю эту инициативу нужной, важной и своевременной. Разговоры об объединении творческих организаций ведутся в Петербурге давно и переход к конкретным действиям в серьезный и значимый шаг. Живя последний год в Лондоне, я вижу отличные примеры того, как коллаборации и креативное общество осуществляет самые амбициозные проекты, развивается, растет и прочно занимает свое место в социальной жизни, образовании и экономике. Передаю привет всем коллегам, желаю огромных успехов нашего нового проекта и надеюсь быть полезна в Совете Кластера. С уважением, Кира Тайманова, Дом Бенуа. Будем писать ответ на телеграмму? Конечно. Это главная работа наше время. Хочу предоставить слово Саше Вайнштейну. Профессор «Театр Легкие Люди» действительно, вот Саша всегда меня поражает тем, что дело совершенно как-то очень конкретно успешно. Дела он у него как-то хватает на силу, энергии думать о чем-то общем, как-то социально важном. Мне хватает совершенно времени и ни о чем таком я не думаю. Всем добрый вечер и спасибо Дима за то, что ты не теряешь веры в том, что все-таки что-то произойдет. Я когда лет пять назад как-то включился в творческой индустрии Санкт-Петербурга тоже был приглашен на такую вот встречу. Она была в комитете по инвестициям города Петербурга. Мне это тогда пройдило. Я пришел на круглый стол и там сидели тоже те же самые люди и они с таким грустным лицом мне говорили «Вот и десять лет назад было то же самое. Нас вот здесь посадили и мы сказали, что это надо. они нас выслушали, что-то записали и все пропало куда-то». Я подумал «Господи, это же так просто. Ну что нам стоит? Здесь какой-нибудь задороженный завод? Все же понятно. Ставка аренды есть, договориться собственной. 200 рублей за метр. Всем пересдать, пусть сами ремонт сделают. Вот тебе и кластер. Какие проблемы? Ну, естественно, мой пыл тоже имел храниться. Но хочу сказать, что в данный раз мы со своим партнером пошли на переговоры с директором Большого Бетонного Завода в Петербурге. И мы ему начали говорить «Креативный кластер». Мы такие говорим «В Петербурге нужно взять завод, вложить туда денег, вставить туда людей, они будут делать свои дела творческие, нам нужно на это один миллиард рублей». И так далее. Он послушал, послушал, кроме отцовского подзатыльника, ничего мы от него не получили. А потом мы в машине и думали «А почему так? Почему мы ему говорили какие-то для нас совершенно понятные вещи? А он совершенно с такими грубыми глазами смотрит «Креативный но мы просто поменяли в наших речах слово «креативный кластер» и «креативный кластер» у нас в словосочетании как «калям-балям». И все осталось совершенно как бы на свои места. Приходишь к директору завода или к правительству санкций или к комитет или вообще каким-то людям из бизнеса. «Креативный кластер» вот мы люди из «калям-балям» хотим, чтобы у нас был забот, которым мы будем «калям-балям». Нам нужно один миллиард рублей на то, чтобы мы делали свой «калям-балям», потому что он окупится, потому что вам будет только счастье, без рук, и все будут радостно об этом знать. Вот у меня сейчас сын полтора года, и я понимаю, что вот он ничему не научится, если ему постоянно одно и то же не повторять и не говорить. то же самое я думаю, что и в этом случае. Если мы постоянно не будем повторять это словосочетание во всех наших диалогах с властью, с бизнесом, то ничего у нас не получится. Но времени займет много. Может быть, не только я состоюсь, но и кто-то ему сэкспрессит. Поэтому успехов. Я думаю, что это большой шаг для человечества сегодня. Будет принимать активнейшее участие. Слоган, как я понимаю, у нас это аплата. Это аплата. Вот, к сожалению, у нас тут высокие технологии, ведь сфера творческой индустрии это высокие технологии компьютерные. Поэтому вот у нас приветственное слово из Берлина. Я думаю, что многие узнали. замечательные дорогого фирма Александра Мамонтова фестиваль фестиваля. Саш, привет. Здравствуйте. Действительно приходится общаться с вами из Берлина. Жаль, что вы не включили меня пораньше. Я не слышал о чем вы там обсуждали. но то, что я услышал последнее о том, что нужно общаться с властями как можно пустыне, об этом было разговоров. в том числе да. Да, но я думаю, что сколько бы мы ни общались нас навряд ли услышат. Поэтому общаться конечно нужно, но нужно общаться наверное с какой-то своей позиции. То, что мы создаем вот этот креативный кластер, который мог бы помочь в отстаивании своей позиции. Потому что я по мере своей деятельности сталкивался с нашим комитетом по культуре, с которым конечно говорит без повреждения. Но мне кажется там закончилось печально перестановкой всех центральных фигур. Но и те фигуры, которые сейчас стали, по-моему они просто не хотят ввязываться в то, что произошло в культурной сфере в Санкт-Петербурге. И я например не вижу ни наступления, ни на участие нашего нового председателя комитета по культуре. Поэтому даже идти кому-то навряд ли нас там примут. Извините, что я так сразу к этому делаю. Не очень понял, о чем вы там говорите. Но большое спасибо, Дима, что вы пригласили меня в этот экспертный совет. Я, конечно, с удовольствием поработаю, потому что то, что происходит... Ну, не буду говорить, что я там во всей культуре Петербурга, не будем брать музеи, театры, библиотеки. Там, может быть, у вас кто-то есть по... людей, которые болен в этой теме. Но то, что происходит в кино в Санкт-Петербурге, я бы с удовольствием поработал над этим классом. Привет тебе. Стас и Яршова. Если Стас не против, и ты тоже, то есть шанс вместе поработать. Ну, а теперь мы просто специально не включали тебя заранее в дискуссию, чтобы для тебя это было приятные неожиданности. Мы просто решили назначить тебя, ну, как представителем кластера при Евросоюзе. Ну, Рекиру Тайманову в Лондоне, но, конечно, Лондон может выйти из Евросоюза, поэтому решили подстраховаться и вот, что все-таки опереться на Берлин. Спасибо огромное. Ждем тебя в Петербурге и очень надеемся на какое-то совместное творчество. Спасибо. Сейчас еще на самом деле немножко высоких технологий. У нас есть замечательный, как вы заметили, фирменный стиль уже у проекта. И фирменный стиль этот нам подарил замечательный дизайнер Василий Шишкин, такой же сумасшедший, как девушка, я и многие здесь собравшиеся. Он сейчас в Изра. И он сыграет для нас и скажет несколько теплых слов. Сейчас, прошу прощения. Василий, как известно, помимо своих дизайнерских талантов, не так давно закончил консерваторию в вашем профитовском отделении. и всячески этот свой талант уже мультивирует. Нет, он прекрасно увлечен, кто давно не общался с Василием, он прекрасно сейчас увлечен фотографией, объездил уже, наверное, весь мир со своей камерой. Он фотографирует. Субтитры 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 Шакун студия проекта, журнал проекта, до недавнего времени замечательный портал Арт-1 и прочие великолепные начинающие. Дима, спасибо, что пригласил. На самом деле, ты знаешь, что я всегда с готовностью вписываюсь в любые твои авантуры, поскольку за ними стоит и работа, и, в общем, как мне хочется верить, за ними и будущее. До меня выступал Сергей Ишан, и он произнес такое слово «заложники». Мне бы страшно хотелось перестать быть самому заложником своего не очень позитивного опыта общения с различными комитетами правительства Санкт-Петербурга, комитет по печати и комитет по развитию предпринимательства и поддержки потребительского как он называется, то, что Иис Качай возглавляет. Я, ну, о каком-то своем опыте сужу, наверняка, может быть, у кого-то он есть более позитивный, может, просто мне не хватало настойчивости и какой-то пробивной способности доводить до конца проекта, инициированные комитетами, но такое ощущение, что общение с государственными структурами оно такое одноистороннее характер, вроде мы выходим с какими-то инициативами, а такое ощущение, что ну, какая-то цена стоит, на разных языках предотвечивает. В общем, хочется верить, что создание вот этого творческого кластера, оно станет такой помощью вот в переводе между языком правительства и языком творческих индустрий и обратно, потому что у меня есть ощущение, что переводчик нам все-таки необходим. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Перед тем, как у нас есть такое еще в конце программа развязания ленточки символичные, я хочу еще раз акцентировать внимание всех собравшихся, что как структура самого кластера, вот сейчас на самом деле так как кластер не является зарегистрированной организацией юридическим лицом, то вот на сегодняшний день кластер создан, ядро кластера создано. Я хочу подчеркнуть, что и это ядро является открытой структурой, а уж сам кластер просто по определению является открытой структурой. Поэтому все здесь собравшиеся имеют не только полное право, а имеют возможность порадовать нас своим желанием вступить в кластер. Это тоже, к сожалению, такая процедура в чем-то формальная, но не столь сложная, не столь применительная. Еще раз подчеркну, что вот это с одной стороны действительно для тех, кто не в совете, такая же презентация проекта, но с другой стороны это действительно приглашение к общему танцу. Перед тем, как отрезать ленточку, я хочу спросить в первую очередь членов совета, может быть, кто-то хочет что-то сказать, Давид, Стас, Дима, если что-то ходить и по какой-то репке, то, естественно, разберем. Девушки отдыхают. Давид? Добрый день. Я веду Асгард, я заеду. Я с удовольствием сейчас выслужил миссию. Он совершенно четко пронес ту мысль, в чем заключается миссия вот этой организации. Я сам стал просто однократно в контактах с администрацией города и могу сочиненностью сказать, что это крайне сложно действительно говорить, что звуки не резюмят. И понимаю, почему. Поэтому вот эта организация, она действительно может стать тем мостом, который свяжет условно говоря, народа дружи, и вы с креативным пластом. Спасибо, Давид. Так как все творческие люди любят есть сейчас подготовиться. коллеги, маленькая ремарка по поводу ожиданий и по поводу возможностей. Чтобы было понимание, хочу сразу внести уточнение, чтобы не время воспринимал, что создание кластера это манное место. С какой-то стороны это манное место. С другой стороны, это создание условно открытого клуба, который не решит все проблемы. поверьте, и у Технопарка, и у ЦКР есть определенная проблематика связанная с органами государственной власти. И органам государственной власти есть определенное понимание непосредственно с властными предприятиями. Потому что может быть неправильно сравнивать глухого со слепым, но в принципе в некоторых вопросах такое действительно существует. этот открытый клуб, который создается при формировании, это как раз еще раз повторюсь, трансляция той проблематики, которая существует. Поймите, совместными усилиями через Технопарк, через Центр кластерного развития, через кластер, через просто какое-то сообщество людей, которые заняты определенной деятельностью, трансляцией, капельки, по маленькой капельке набираются витро, и сзади получается озеро, и с озера получаются моря, дальше океан, вот именно создание вот этой критической массы со всех сторон и в результате которого как раз получается достигается тот результат, который хотим. То есть еще раз хочу просто, чтобы не представляли себе, что и не ставили перед собой какую-то физическую розовую ошибку, что сейчас вступили в класс, что завтра вся проблематика решится. Нет, но на самом деле часть вопросов действительно снимется, часть вопросов связанных с финансированием снимется. На самом деле, опять же, это называется много... люди уже счета заготовили. Вот как по-это все счета заготовили, когда сталкиваются с реальными жизни, в том числе и с реальными финансированиями, все начинают разочаровываться, потому что не финансируются частные проекты, финансируются и поддерживаются внутрикластерные проекты, внутрикластерные мероприятия, направленные не на одно какое-то юридическое лицо, не на какого-то там Петрова, Иванова, Сидорова, оно финансируется именно связанное с собственными мероприятиями, с собственным направлением развития. Что касается поддержки определенных, скажем так, частных проектов, это финансирование, это поддержка, это тоже есть, но на самом деле, еще раз повторяю, надо чаще встречаться и общаться, потому что куча институтов поддержки, которые находятся в городе, в том числе и технопарк, это один из институтов поддержки непосредственно частного бизнеса, малого инвестиционного бизнеса, потому что технопарк это не один СПР, технопарк это целая структура, целая структура, которую мы постоянно транслируем на своем сайте, что от стартапа до классов, до производства, ну уж извините, мы не говорим про какое-то креативное сообщество, в большей степени все-таки немножко транслируем приземленные мысли, то есть более понятные, что есть идеи, от идеи дошли до прототипа, от прототипа вышли на малое производство, на малосеримную партию, дальше пошло уже в какое-то внедрение какое-то производство. Здесь структура должна быть непосредственно связана с культурным сообществом, транслируется почти так, есть идея, поговорили, придумали какую-то площадку воплощения, идея, все с кластера собрались, которые могут напомнить эту площадку, дать какой-то результат, дать какую-то картинку для города, написали концепцию, нарисовали концепцию, написали дорожную карту, вышли, садили, показали, какой плюс в городе, что появилось какое-то новое значимое мероприятие для города, для России, для страны, которое можно транслировать в Европу, можно транслировать на весь мир. Показали, естественно, такой проект будет осуществляться, на такой проект будет осуществляться поддержка. То есть, вот с этой стороны надо работать классно. А все, что касается непосредственно частных, маленьких инициатив, личных инициатив, начиная, как там, от просто физической, инициатива, простого физического лица, так и частного юридического лица, тоже возможно это делать, тоже возможно получать поддержку. в том числе и Гиза Качаева, которого сейчас называли, упоминали в суде. У него куча есть программа поддержки. Непосредственно сегодня, перед этим мероприятием, присутствуют в комитете на совещание по поводу промышленных классов. После совещания возник вопрос по поводу опять объединения и упорядочения кучи государственных программ поддержки, которые раскиданы по многим комитетам, в рамках работы того же самого технопарка у нас постоянно происходит связь, пересечение интересов различных комитетов. И сейчас вопрос уже актуально в городе о том, сделать какой-то реестр, определить какие направления какие комитеты поддержат, сделать, выстроить правильную пирамиду поддержки, чтобы у нас был действительно единый принцип получения поддержки с единого окна. Человек обращался куда-то и понимал, что обратившись во многих местах ему бонусы дадут разъяснение как получить поддержку, что он получит взамен. Как мы ее назвали? Денис, можно рекомендовать буквально буквально два слова? Буквально два слова я просто хотел добавить, что мне кажется иногда возникает неправильная у нас немножко ситуация с вектором коммуникации, потому что город видит креативный кластер как людей, которые идут с протянутой рукой. Дай денег, дай денег, дай денег. Дело не в этом. Дело в том, что креативный кластер может помочь городу решить очень многие проблемы, а не наоборот. Существует огромное количество проблем с петербургской городской средой. До сих пор не принят единый паспорт стандартов оформления фасадов зданий в наружной рекламе и навигации. Почему такая кошмарная ситуация в городской социальной рекламе, которую размещает КЦРР? Проблем множество у города в первую очередь, а мы свои проблемы пока решаем как-то самостоятельно. Мне бы хотелось, чтобы было понимание того, что мы можем быть полезны городу, а не только наоборот. Спасибо. Вопрос. Спасибо за замечание. Абсолютно согласен с коллегой. Абсолютно согласен с коллегой. Вот как раз это объединение в классах это как раз трансляция тех возможностей, которые в том числе и может объединение в классах предложить для города. То есть это в принципе трансляция, единая трансляция целого сообщества, которое в принципе как и ни один руководитель нормальной взрывомыслящи не может игнорировать. Грубо говоря, когда культурное сообщество города выходит с инициативой к губернатору, ну, знаете, это не совсем правильно и не совсем корректно, когда губернатор начнет отторгать эту инициативу. То есть вот как раз те возможности, которые, то есть скажу честно, очень многие инициативы режутся на тормя, на самом деле. Я просто сам лучше выходить из чиновников, скажу честно, у меня до того времени, когда я занял должность генерального директора гернопарка, я был чиновником. Я был замглавой администрации террас-кровенной Винградской области. Скажу честно, я все это знаю изнутри, что там происходит. И не из-за того, что там чиновник плохой или хороший. Не хочу защищать, не хочу как-то нагонять какую-то неправильную волонных чиновников. Чиновники, как и мы, они все люди разные, есть как хорошие, так и плохие. Но для чиновников в том объеме, в котором он загружен, загружен не в том плане, что он лопатой копает или деревья рутит, а в том объеме мероприятий, в которых он принимает участие, в той документации, которая ему постоянно попадает на стол, и которую он частично даже не читает, а просто в лучшем случае не читает по диагонали, когда вы к нему приходите и говорите, вот у меня есть хорошие идеи, скажу, что ему некогда разбираться с вашей идеей, а когда вы приходите и говорите, есть возможность сделать то-то, 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 в рамках этого я, в рамках предложения прилагается целое экспертное сообщество, мнение экспертного сообщества, а крути не крути, классное это экспертное сообщество в определенном направлении, в определенной отрасли, и предлагаете в рамках решения какой-то существенной проблемы и сразу же решение, что можно сделать вот так, вот так, вот так, в замену получим то-то, то-то, то-то. Такое предложение всегда будет услышано и всегда будет поддержано. Но есть это чиновник опять же нормальный. Дальше, друзья, у нас вот там звучат звуки, открывающиеся угол шампанства, поэтому я призываю, что в Индии мы вообще понимаем, что все, проект непростой, мы подстраховались, поэтому у нас в составе экспертного совета вот есть представители ресторанов, пара, специалистов, которые могут втешить в любой ситуации. Поэтому вот я вас на этот раз говорю, вот Дмитрий Тихман и Гельцин, Я предприниматель, и за 25 лет учреждения с государством не обращался. Единственный опыт обращения к государству закончился для меня улыбкой. С тем, что я популяться на себя, что я не буду выполнять за язву, презентацию или на себя встречу, ну, просто на 50 лет я вот какие-то выводы сделал. Время, в которой мы сейчас живем, оно еще, как вы сказали, но оно против, проработать против нас, к сожалению. Такое время для России это не новое время. Но что я сейчас увидел? Я не собираюсь вдаваться, я хочу работать дальше, в этой стране, в этом городе, я его очень люблю. Я сейчас увидел среду, вот, мы можем сопротивляться с государством, можем говорить, мы там, мы существуем, мы дети, я существую. Но пока мы сами не поймем, что мы существуем, что мы что-то вместе с собой представляем. Вместе с собой. В последнее время много разделили нас, пытались разделить нас. Услышат нас государство, мы услышали вопрос технический. Вопрос в том, что мы существуем. Вот что и важно. Я вот сейчас это вижу. Спасибо большое. На самом деле, то, что мы существуем, доказывает еще и неуемное рождение детей у членов Совета и у других, из-за технической индустрии. Вот так у нас 23 подписи мы сегодня собирались. Я думал, что невозможно же 23 подписи устроить даже в этом специале. Возьмите мысль выбрать кого-то одного. А вот непонятно, непогатому. Ну, это может быть, два кандидата. Я думаю, что все мы с удовольствием. Извините, что Жака поздравим. Он стал счастливым отцом совсем недавно. Но немножко, в данном случае, как сказать, не опередил. Но совсем недавно счастливым отцом стал Ельц Наранинский. На самом деле, всего нашего высокого соглашения в душе поздравить с этим событием. Мы только Ельц Наранинский. И вот эту ленточку, условно, я вам предложить разрезать тебе. Поэтому подписание нашего соглашения в данном случае торжественное. Молодой папа. Спасибо. Огромное спасибо. Я понимаю, что часть бюджета уже потрачена. Я хотел бы поднять, как это не будет, немножко напоминать Ильфа Петрова, более глобальную тему межкластерного сообразования, межкластерной связи. Длинноводочный кластер, я его развиваю, довольно активно. Поэтому, мне кажется, если мы еще добавим кластер туристический, потому что эти письма такие приятные, всякие видео оттуда как-то не ближе нам. Мне кажется, межкластерное образование нам может помочь. Все кластеры, объединяйтесь. Давайте сделаем кластер кластеров. Система, большое спасибо за поздравление. Шампанское. Это у нас Саша, потому что фестиваля нет, будет классно-классно. Спасибо. Это было огромное такое, что вы пришли. Я действительно очень надеюсь, что какой-то толк из всего этого значения не будет. Но действительно очень трудимо, как не диму, приятно, что мы все здесь есть и приятно, что мы едем друг к другу. Там у нас небольшой импартозамещающий фуршет. Спасибо. 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 Продолжение следует...